Утро Людмилы Сергеевны можно назвать разве только бодрым. Хозяйку радует тот факт, что она была в квартире, когда прорвала трубу. Дом старый. Женщина живет здесь сколько себя помнит. В прошлом году ей заменили систему отопления. А в этом году случилась первая авария. Я скорее тряпку, вода горячая, ко мне взяться невозможно. Я говорю, все ошпарено. Понимаете сами, все-таки я не молодая. Схватила тряпку, положила, что она текет ручьем. Подставила таз. Ничего в таз не попадает, она бьет сюда, на кровать. Тогда уже у меня смехалка. Я взяла тряпку и завернула эту дырку. И в таз опустила ее. Она стала ручьем течь. Я успевала, только тазы выносила. Когда начали разбираться в ситуации, выяснилось, что дом официально никто не обслуживает. Поэтому возникли сложности с вызовом аварийной службы. Собственники находятся в непосредственной форме управления. А это значит, что устранять все неполадки жильцы должны самостоятельно. На просьбу о помощи отозвались специалисты теплосетей. Работники перекрыли подачу воды. Ремонт тоже начали делать. Правда, оплатить собственнику их придется из своего кармана. Надеяться на скорый переезд в новое жилье не стоит. Очередь Пушкина 9 по программе переселения подойдет не скоро, пояснили в администрации. И такая ситуация случается в Искитиме не впервые, говорит глава. Пока жители сами не захотят что-либо изменить, им никто не поможет. Я думаю, сейчас аварийную ситуацию им безусловно ликвидируют. Но затем им нужно позвать наших специалистов управления жилищного коммунального хозяйства. И, во-первых, погасить долги перед управляющей компанией, чтобы она не вернулась. Во-вторых, установить тариф для того, чтобы оплачивать текущее содержание жилья. Вот и все. В доме 12 квартир общий долг за коммунальные услуги составляет более 1 миллиона рублей. Именно поэтому местные коммунальщики отказываются обслуживать аварийный дом. Администрация и руководство управляющей компании готовы к диалогу при условии, что люди сами захотят исправить сложившуюся ситуацию.